Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник, израильский военный обозреватель Давид Шарпин. Давид, приветствую вас. Михаил, здравствуйте! Ну что, можно сказать, что у нас чрезвычайное происшествие. Вот в ночь на 19 июля, когда мы с вами разговариваем сейчас, в Тель-Авиве раздался громкий взрыв. Это было в начале 4 утра. Как выяснилось, этот беспилотник врезался в квартиру дома неподалеку от здания посольства США. Это практически центральный достаточно район Тель-Авива. При взрыве погиб 50-летний мужчина и легко пострадали еще не менее 10 человек. Давайте мы разобьем наш разговор на две части. Начало, что называется, техническая сторона. То есть, что известно, какие подробности известны на этот момент, чей это был беспилотник, откуда он был запущен, обстоятельства и так далее. А потом, во второй части, если разрешите, поговорим на вопрос, который сейчас задают все израильтяне, почему так могло случиться. Пожалуйста, какие подробности известны на эту минуту? Одна из побочных подробностей, более главными я сейчас перейду, но она довольно любопытная. Это то, что, казалось бы, не очень большая боевая часть в этом беспилотнике. Это очевидно, она не очень большая. Тем не менее, взрыв в ночное время был слышен очень далеко. И лично я его слышал, находясь примерно километров в 12 от места событий. И это не должно никого удивлять. Это, на самом деле, достаточно естественная ситуация. Хотя многие израильтяне до сих пор такого не верили, что, мол, не может быть, что мы слышим что-то, что происходит так далеко. Еще как можем, особенно ночью. На данный момент обстоятельства выглядят следующим образом. Речь идет о беспилотнике, который называется «Самад-3». Это иранский беспилотник, который собирается в Йемене из иранских комплектующих. Естественно, поставляемый Ирану. Наиболее продвинутая версия вот этой вот серии «Самад-1», «Самад-2» и «Самад-3». Фактически модернизированный «Самад-2». Довольно, на самом деле, и небольшая, но и не такая уже маленькая машинка. Это не те мини-беспилотники, которые беспокоят очень сильно наших военных и жителей севера в районе границы с Ливаном. Это нечто более крупное. Размах крыльев 4,5 метра, фюзеляж 2,8 метра. То есть, это не такая уже маленькая машина. Именно она пришла со стороны моря. Со стороны моря, более того, пораженный дом находится почти у самого моря. Это буквально считанные десятки метров от пляжа. Она пришла со стороны моря, был запущен со стороны Йемена. Насколько я могу предположить, прошел над египетской территорией и зашел далее над море. И со стороны моря зашел на центр Израиля. То есть, над египетской территорией предположил, что он пересек Синайский полуостров где-то. Хотя это мои предположения. Более того, известно, что на ряде участков, это уже больше ко второй части нашей беседы, но тем не менее, на ряде участков, причем вдали от Израиля, он был засечен израильскими средствами наблюдения, но не был идентифицирован на уровне решения, принимаемого парнем, который контролировал, занимался в этот момент, был дежурный во всем, что касается управления и контроля воздушной обстановки, не был идентифицирован как вражеская воздушная цель. И это была одна из ошибок, которые были допущены, составляющая прокола или провала, который произошел. Ну а далее уже, собственно, был сам взрыв. Сколько этот беспилотник несет взрывчатки, сказать трудно, потому что, видимо, многое зависит от дальности. В свое время исследователи, которые основываются на открытых источниках, вполне с использованием научных формул и вычислений, прикинули, куда могут долететь эти беспилотники САМА-3, на какую дальность, потому что официальные характеристики не озвучивались, на основании тех обломков, которые были найдены в Йемене и в Саудовской Аравии. Вот тогда они пришли к выводу, что речь идет о дальности примерно до 1800 километров, не менее. Предположил, что с учетом огибания местности и разного рода маневров, для того, чтобы ударить по Тель-Авиву, он пролетел из Йемена больше, хотя если провести по прямой линию, то, видимо, есть от территории, контролируя Хуситы, до Тель-Авива, возможно, будет и чуть меньше дальность. Но реально он пролетел больше, видимо, 2000 или 2000 с чем-то километров. Так что это один из многих запущенных в направлении Израиля Хуситами боеприпасов. Хуситы запускали и баллистические ракеты средней дальности, и крылатые ракеты, и беспилотники. Но первый, который привел к человеческим жертвам, и первый, который долетел до центра Израиля. Кстати, одновременно с этим беспилотником был и другой, который шел с востока, скажем так, не с моря на Тель-Авив, а с востока к Израилю. Несложно догадаться, что такое восток Израиля, хотя не называется официально, где он находился. И он был перехвачен еще, не долетев до израильской границы. То есть он не был упущен. А здесь произошло упущение. И вот он, у Хуситов, кстати говоря, они назвали его Яфо, красноречивое название. Как, кстати говоря, Яфо они считают, естественно, оккупированным арабским мусульманским городом. Ну и есть мнение, что Хуситы целились по американскому посольству, возле которого, как вы правильно сказали, этот взрыв и произошел. Тут надо спрашивать у них, целились они по американскому посольству или нет. Но надо сказать, что если бы целились, это бы говорило об определенном таком чувстве черного юмора. Что называется, двух зайцев убить в центре Тель-Авива, поразить американскую цель. Как бы там ни было, по посольству они промахнулись, если они целились. Это как раз бы говорило о том, что аппарат оказался несколько не супер высокоточным. Тем не менее, ущерб нанесен. И погиб 50-летний житель Тель-Авива. Кстати, выходец из бывшего СССР. Остается только принести соболезнование его близким и надеяться на то, что происшедшее не останется без существенной реакции Израиля. Об этом мы еще поговорим. Скажите, пожалуйста, по поводу характеристик этого беспилотника. Это вообще, для тех, кто ничего не понимает, вроде меня, это управляемое средство или нет? В данной конфигурации, в конфигурации самоубийцы, насколько я понимаю, оно неуправляемое. Оно идет ползад. То есть, есть вариации разведывательные, например, на близкие дистанции. Но когда он запускается на дальность 2000 км, насколько можно судить, речь идет о конфигурации с инерциальным наведением, возможной GPS-наведением в придачу, которая летит по заданному маршруту. Причем маршрут чуть не обязательно прямой, он может быть с огибанием разных участков территории. Например, если опасаются, что там его заметят и перехватят. Может быть, на разных высотах следовать, менять высоты, опять-таки, чтобы избежать обнаружения. Но в итоге это не управляемый человеком на дистанции. Теоретически это могла бы быть с головкой самонаведения, но это не тот случай. Когда головка самонаведения условно захватывает цель, будь то по визуальным способам, будь то радиолокационное наведение, но это не тот случай. Я практически наверняка уверен, что речь идет о GPS-комбинации инерциального и GPS-наведения, когда операторы задали, а дальше уже аппарат отправился на выполнение заданий. Сколько может нести взрывчатки такой дрон? Есть в классической вариации, но тут важно понимать, что есть разные модификации. Можно что-то улучшить, что-то ухудшить, а не прогрессивно ухудшить, я имею в виду некоторые показатели, для того, чтобы другой показатель выиграл. То есть, например, если дальности для обычного аппарата не доставало бы для Тель-Авива, что напрашивается? Уменьшить боеголовку, чтобы дальность увеличилась. То есть, уменьшить боеголовку. Классическая боеголовка САМАДА-3, как принято считать, 18 килограмм взрывчатки. 18 килограмм. Это, в общем-то, и не так уж и мало. Что было в данном случае, сложно сказать. Возможно, классическую уменьшили. Возможно, модель была чуть более продвинутой. Уменьшать ничего не пришлось. И даже можно слегка увеличить. Но вот порядок, он примерно такой. От считанных килограмм взрывчатки, в зависимости от дальности, то, видимо, двух десятков, скажем так, без боеголовки. Неправильно говорить взрывчатки, неправильно говорить боеголовку. Видимо, скажем так, от многих килограмм до, видимо, 20 с чем-то. И здесь, возможно, точного ответа пока нет. С утра, когда начали поступать первые подробности, было сообщение, что помимо вот этого дрона, который взорвался в Тель-Авиве, и второй дрон, который вы упомянули, и был перехвачен, что были еще две ракеты, которые вроде бы перехватили американцы. Что-то об этом известно? Или это все на уровне неподтвержденных слов? Что-то американцы перехватывали какие-то ракеты и беспилотники, но, во-первых, это происходит на довольно регулярной основе. Часть этих ракет и беспилотников, что американцы перехватывают, вообще большая часть адресована разного рода судам, которые следуют по Баб-Аль-Мадепскому проливу или в том районе, отнюдь не обязательно, в основном не летят в сторону Израиля. Тем не менее, были американские перехваты, но конкретно ли те, что летели на Израиль, и вообще связаны ли они непосредственно с запуском этого беспилотника, пока сказать трудно. Да, кое-что было, и это кое-что происходит довольно регулярно. Я скажу более того, запуски Израиль тоже перехватывает довольно регулярно те или иные цели, одиночные, летящие, скажем так, с Востока, либо от хуситов, либо от иракцев из Ирака, либо от иракцев, которые сидят в Сирии с той стороны. И мы часто почти не слышим, потому что, и слава богу, успеха эти удары не имеют, они, как правило, перехватываются, и мы слышим о них лишь в скудных, коротких, лаконичных новостных сообщениях, о которых даже очень многие не замечают. Вот, например, как с тем вторым, который был перехвачен. Но вот зато, когда попадает, да еще и попадает в Тель-Авив, эта ситуация совсем иная. Кстати, напомню, что было попадание, например, и в Эйлат в районе порта, и не только в Эйлат, и в школу в Эйлате попало, и в военный порт в Эйлате попало, чудом не задев корабля. Было в свое время такого рода проколы и удачные, с точки зрения боевиков, попадания были. И у хуситов много перехватов, которые стали уже рутиной, причем большую часть перехватывают американцы. Впрочем, не то, что летит в Израиль в основном, но и то тоже. Ну, а тут был, конечно, случай особенный. Хорошо, переходим ко второй части, самой, наверное, неприятной. То есть, трудно судить, какая здесь часть ей неприятная, но не в этом дело, наверное. Почему так произошло? Почему не был перехвачен этот дрон? Армия это объясняет человеческим фактором. Это так? Во-первых, человеческий фактор, безусловно, присутствует, но этого мало. Важно тут вводное, какая мы с вами неоднократно об этом говорили, полностью герметичной противовоздушной обороны не бывает. Тем более, что цели, которые противник, я имею в виду боеприпасы, которые противник использует, это и ракеты, и беспилотники. Некоторые из них являются непростыми для обнаружения и для перехвата по определению. Те же беспилотники, хоть и этот не прям не микро беспилотник, но он уже не такой уже большой. Он не, скажем так, из материала, из которого он создан, не идеален для обнаружения. Это, видимо, пластик и что-то в этом роде. Вряд ли это железо отсвечивающий, металл. Он лиц следует на небольшой высоте, поэтому иногда его непросто обнаружить. Это важно понимать. Армия противостоит многочисленным угрозам, причем на 360 градусов в буквальном смысле. То есть залететь может с разных сторон, и на ежедневной основе что-то прилетает. Это я сейчас даже не говорю только о угрозе газа и хизбаллы, а это вот от далеких наших, от наших, от далеких сопереживателей, как хуситы и проиранские силы. Значит, трудности определенные есть. Большая часть этих целей успешно перехватывается, причем львиная доля. Тем не менее, здесь имели место и просчеты, и то, что, скажем так, чего, по идее, быть не должно. Значит, начнем с просчета. Это то, о чем говорилось, радары и средства дальнего обнаружения израильских военно-воздушных сил засекали этот беспилотник, коротко, на его маршруте еще до того, как был он очень, задолго до того, как он приблизился к Израилю. И, как правило, это отслеживание во многих случаях, когда цель классифицируется как угрожающая, приводит не только к тому, что повышается готовность. Это я сейчас говорю, когда уже американцы, что называется, я не говорю, упустили. Когда он уже не в компетенции попыток перехвата кораблями или самолетами Соединенных Штатов. Когда это уже на израильской половине поля, что называется. Так вот, далее цель отслеживается, цель классифицируется, передается друг другу кому надо, взлетают истребители, сбивают его там, где нужно, либо сбиваются средствами наземного перехвата. Это нормальный протокол. В данном случае цель не была классифицирована как враждебная. Почему этот вопрос, возможно, она выглядела, как гражданский самолет показалось, или было воспринято как-то иначе. Предстоит ответить, почему тот, кто сидел у пульта воздушного контроля, принял такое решение. И далее она исчезла с экранов радаров, ну и, естественно, перестала интересовать. Исчезла, исчезла. Но вот здесь есть еще одна проблема, которую, на мой взгляд, в недавних комментариях, которые озвучивают израильские журналисты и военные обозреватели, на этом, мол, останавливаются. Мол, да, там ее неправильно идентифицировали, ошибся диспетчер, но дело-то не только в этом. Цель далее, конечно, она ушла с экранов радаров, по всей видимости, следовала над Египтом, где ее уже не вели. И далее с моря зашла на центр Израиля на небольшой высоте. Я предположил, что она не зашла в Израиль на юге, где-то там в районе границы с Египтом, следовала над Израилем, потом вернулась на море и с моря атаковала Тель-Авив. То есть предположил, что она шла с моря. И здесь цель не была обнаружена. Вот это вот проблема большая. Это уже не человеческий фактор, хотя может быть и человеческий. Здесь, несмотря на определенные объективные трудности, да, такого рода не очень большие беспилотники непросто обнаруживать, но эта угроза уже очень и очень стара. Еще в 2006 году Хизбала запускала относительно небольшие, но не микробеспилотники в Израиль. И тогда уже с этой проблемой столкнулись. И об этой проблеме задумывались очень давно, противостоят ей очень давно. И, на мой взгляд, безусловно, является серьезным проколом то, что на последнем этапе полета к Тель-Авиву беспилотник не был обнаружен средствами воздушного наблюдения, воздушного наблюдения, наземного, тем или иными способами. А если был обнаружен, то обязана была бы быть, конечно же, попытка перехвата, каковой не было. Ну и, собственно, как мы можем судить и сообщение армии, не было вот этого обнаружения, идентификации. Либо было обнаружение, идентификация как какой-то не угрожающей цели, но об этом мы пока не слышим, либо он не был обнаружен вообще. И вот здесь, человеческий ли это фактор, либо технический, либо оба два, вот это должно быть проверено, потому что это то, чего быть не должно, несмотря на объективные трудности и то, что я говорил, что сбивают большую часть, и большую часть обнаруживают, и так далее, и так далее. Диспетчер ошибся, это отдельный разговор на дальних подступах, но на ближних тоже что-то пошло не так, и это обязано быть проверено. Почему не было, что называется, воздушной тревоги? Мы привыкли, что Тель-Авив находится далеко от границ, ну далеко, по израильским меркам далеко, подлетное время, в отличие от юга или севера, больше, есть время услышать воздушную тревогу и укрыться. Здесь этого не произошло. Именно по этим причинам, что посчитали эту цель не опасной? Во-первых, во-первых, когда речь идет о беспилотниках, ситуация отличается. Одно дело, ракета летит из газа x секунд в Ашкелон, и там, допустим, полторы минуты в Тель-Авив, или ты другой, несколько другой расклад, если ракета летит из Ливана в один из городов, здесь понятно, баллистическая траектория, четкий расчет времени, все понятно. Когда речь идет о предупреждениях, угрозы со стороны БПЛА, то ситуация несколько иная, потому что, во-первых, он может менять маршрут, менять траекторию, и тогда в зависимости от его скорости можно примерно понять, когда он может прилететь в точку x. Но никогда нельзя понять до последней секунды, куда он летит, потому что он может повернуть на 180 градусов, что называется, и на 90, и сделать восьмерку, и что угодно. Поэтому с беспилотниками дело обстоит иначе. Но здесь главное другое. Когда он летел где-нибудь, как принято говорить, над Египтом или Красным морем, и его видели, это я предполагаю, где-то там, его видели и не сочли угрозой, все тут понятно, нет угрозы, мало ли что летает где-то над Красным морем и Египтом, не включать же тревогу, тем более, почему в Тель-Авиве, почему не в Хаефе, не в Ашкелоне, то есть это не было угрозой, точка, поэтому ни о какой тревоге не могло быть теперь речи. Более того, я скажу, даже если бы его идентифицировали там, в сотнях километрах от Израиля, как угрозу, никто бы еще не включал тревогу, ни в Тель-Авиве, ни в других городах, потому что он бы был очень далеко и им бы занялись вплотную и скорее всего перехватили бы его еще до того, куда он куда-то прилетел. В том же Элате, например, включают тревогу, когда угроза попадания воздушных Телей, только когда цели довольно близко, когда цели в сотнях километрах и вообще непонятно, куда они летят и летят ли они, естественно, тревогу включать никто не будет. В данном же случае, вначале идентифицировали как некую мирную цель, какую я не знаю, поэтому все понятно, а потом его просто не обнаружили. Когда он уже был близко от Тель-Авива и близко от Израиля, вот то, что произошло, я считаю важным, очень и очень важным моментом, который следует и обязательно проверить, проверить это сделают, почему так случилось, никто его просто не видел. Соответственно, кто же может включить тревогу? Вопрос, который с утра очень часто раздается при обсуждении этого события. Если мы проворонили, будем называть вещи своими именами, этот беспилотник, и он взорвался в Тель-Авиве, куда подлетное время больше, чем на севере или на юге. Дело не в том, что он центр страны, его бомбить нельзя. Нельзя, конечно, но проблема тут в другом, что он дальше от границ. Так вот, если мы проворонили этот беспилотник, то что будет, когда, если начнется война с Хизбаллой, на нас полетят тысячи или десятки тысяч таких беспилотников? Десятки тысяч таких не полетят. Нет ни у Ирана, ни у Хизбаллы десятков тысяч таких, и даже тысяч таких нету. Предположу, у Ирана, скажем, в запасах за все про все, видимо, тысячи есть. Кстати, Россия, они поставили тысячи шахедов 136 и 131. Это показатель. Большие количества, безусловно, могут полететь. И да, противостояние такого рода беспилотникам это важнейший вызов. И есть, важно отличать типы беспилотников, потому что характер угроз здесь меняется. Одно дело, это угроза непосредственно военным и приграничным поселениям. Вот беспилотников, которые небольшой величины летят всего несколько километров, маскируются в мини-ущельях и попадают или не попадают, цель это одно. А другое дело, такого рода машинки, летящие многие сотни или тысячи километров, более крупные и представляющие угрозу иного типа. Значит, в принципе, могу лишь сказать, то несмотря на случивше, что в целом их неплохо обнаруживают на самом деле. Можно даже сказать хорошо, несмотря на отдельные проколы. И тот факт, что его видели за сотни километров, ну скажем так, от Израиля первоначально, он в какой-то мере обнадеживающий. И тот, что сбили, который летел с востока, примерно похожего типа, и то, что сбили очень много других подобных беспилотников, как раз говорит о том, что несмотря на наличие проблемы, в целом, в заметной степени эта проблема решается. В случае же войны с Хизбалой, очевидно, что на Израиля брошится много боеприпасов самого разного типа, будут проблемы просто даже с количеством перехватчиков и работоспособностью систем противовоздушной, противоракетной обороны противостоять такому количеству целей. Придется выбирать, в некоторых случаях выбирать, что приоритетнее защищать. Так что будет очень и очень непросто. И одна из важнейших составляющих это угроза беспилотников, которые, кстати, в помощь Хизбале могут запускаться и хуситами, и иракцами, и иранцами. Но все же преувеличивать эту угрозу о том, что полетят десятки тысяч, я бы не стал. Но то, что случилось, показательно, герметичной обороны нет. Кроме того, в обороне, безусловно, есть и субъективные проблемы, с которыми нужно разбираться. Это и тот самый человеческий фактор, и другие технические аспекты, почему он зашел незамеченным на Тель-Авиве. Такие самолеты должны замечаться. Ну, в большинстве подавляющем случае. Но это был не тот случай, к сожалению. Подводя итоги, случившаяся, на ваш взгляд, пусть трагическая, но случайность в течение каких-то неприятных обстоятельств, или же все-таки говорит о больших проблемах, которые существуют у нас в системе ПВО, противоракетной обороны и так далее. Сказать, скажем так, тут сложно вот прямо далеко идущий вывод сделать. Я бы сказал, что, видимо, не совсем случайность. Однако, даже я бы все же предположил, что конкретно это все же не типовой случай. Потому что, я сейчас подчеркиваю, стоит разделять вот этот случай, например, противостояние на севере, где аппараты очень короткого радиуса действия используются. Это несколько иное. Так вот, в данном случае я бы сказал так, это довольно сложный вызов. В большинстве случаев ВВС с ним справляются, в меньшем количестве случаев не справятся. Есть там объективные причины, но есть и проблематика, и есть причины субъективные. И кое-что, безусловно, можно и обязаны исправить, потому что здесь были неправильные решения, очевидно, и что-то технически тоже не сработало. Тем не менее, я все же, хоть я и не из великих оптимистов, в данном случае по касательно такого типа угроз, я считаю, что более-менее, когда речь не идет о супермассовом налете, это отдельный разговор, вот такого рода угроз в целом до сих пор в большей части случаев справлялись, есть где прибавить здесь, и все не так уж ужасно. Тем не менее, налицо серьезнейший прокол, или я бы сказал, даже локальный провал, безусловно. Давид, спасибо, что были с нами, за ваши разъяснения и комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский военный обозреватель Давид Шарп. Всего доброго. Всего доброго, Михаил, и всего наилучшего.